И всем снова привет! Я тут купил еще парочку лего мини-фигурок. Как вы поняли, опять покупал журналы лего ниндзяга с мини-фигурками, и поэтому мини-фигурки оригинальные. На этот раз я купил Гармадона, и эта фигурка называется вторая безногий папаша. Один из охотников на драконов из девятого сезона. Так, ну давайте будем их открывать тогда и собирать. Начнем, пожалуй, с Гармадона. Его собирать будет полегче. Тут это уже из какой-то другой серии ниндзяга наследия. Легэси тут написано. Или Легаси. Не знаю, как правильно. Знаю только переводится наследие. Новая серия какая-то журналов. И, соответственно, фигурок тоже. Так. Все вроде вытряхнул. Нет, не все. Так. Ой. Немножечко я тут, кажется, запутался, как его собирать. Правильно? Возьму-ка лучше журнал с инструкцией. Сейчас инструкцию посмотрю в журнале. Так. Где-то здесь должна быть инструкция. Что, нет? Вот это да. Всю жизнь же была инструкция по сборке фигурок. Страница 23. Так. Вот. А где же инструкция по сборке? Ну ладно, попытаюсь сам. Так. Ну это понятно. Вся стая. Вот так вот. Торс с руками прикрепляю к ногам. Здесь это понятно уже. Так. А сверху еще один. Только с броней уже. Он же, если вы помните, четырехрукий Гармадонта. И высокий уже. Такой за это. Вот это вот его полное, так сказать, туловище с ногами. Так. Дальше. Приделываем голову. Ну, у головы вон тут только одно лицо. Такое вот злющее. Так. А что с фокусом камеры? Ладно, короче. Вот так он видно. Нормально его. Во. Все. Вот такое вот одно единственное злющее лицо. У головы. Так. Приделываем ее на место. И нужно еще сделать шлем. Ну, это легко. Вот шлем. И вот кость на шлеве. Сюда просто приделываем. Нет. Лучше вот так вот. Чтоб дырка была с той стороны. Надеваем на голову. Гармадонны. И у нас получилась вот такая вот мини-фигурка. Но она пока без оружия. Сейчас я ему ставлю клинки в руки. Одна рука не в том положении. Точнее, ладонь. Или мне показалось? Не, мне показалось. В том она положение. Так. Меч раз. Эй. А что это не вставляется? О, все. Вставил. Второй меч. Ай. Блин. Шлем отвалился. Вот это косяк. Ладно. Надеваем его обратно на голову. Так. Еще один. Меч. Во. И, наконец, последний, четвертый. Но опять вставляться не хочет. Да, е-мое. О, все. Зашибись. Вот такая вот прикольненькая фигурка. Одного, наверное, из главных злодеев Ниндзяга. Ну, в последней серии, когда он был там, он закончил скорее как герой, чем злодей. А потом ушел. И больше пока что он не появлялся. В новом сезоне я его еще не видел. Да и я новый сезон-то толком еще не смотрел. Я потому что жду, когда продублируют его. Кто еще не вышел в русском дубляже. Эту фигурку я, наверное, тоже в анимациях использовать буду. Да, наверное, много... Да, все, наверное, фигурки, которые покупаю, буду использовать в анимациях когда-нибудь. Для этого я их покупаю. Может, просто не сразу. А на анимации я все-таки работаю. Я даже кадр публиковал в посте в сообществе. Но, блин, это сложно. Это очень сложно, поэтому я... Поэтому ее пока долго нету. Я все говорю, что я ее сделаю, но никак не досниму. Потому что это сложный очень процесс. Долгий и трудоемкий. Так. Ну, ладно, давайте вторую соберем. Она уже более сложная. И здесь есть уже инструкция по сборке в журнале. Соберу ее по инструкции, эту фигурку. Это у нас, как я уже сказал, один из охотников на драконов. Какой-то чувак по имени Безногий Папаша. Я его видел, динуски. Такой с робоногами. Похож на Тарта Молла. Когда тот тоже робоноги, у которого были паучьи. Только у него было побольше ног. Не 4, а 8, как у паука. А стоять, там еще осталась деталька. О, вон сколько деталей. Это одна единственная мини-фигурка. На мини-фигурку-то деталей мало, а вот на весь гаджет много. Ну, давайте собирать тогда. Так, а стоять немного попутал, наоборот. Это мы прикрепляем вот сюда. Дальше вот этот красный крестообразный штырек. Вставляем сюда. Да. Не хочет вставляться. О. Теперь вставился. Так. Далее вот эту кругленькую деталь. Сверху. Оп. Потом две. Вот такие. Дальше. Дальше. Так, а дальше еще. Две вот такие вот детали берем. Только прикрепляем на них плоские пины. Приделываем уже вот сюда. По-моему, получается уже достаточно прикольно. Самое главное не ошибиться. Ага, дальше уже прикрепляем сюда торс. Наконец-то. Что там дальше? О, дальше еще целая страница сборки. Так. Нужна вот эта деталь. И в нее мы вставляем два вот таких штыря маленьких. И вот сюда прикрепляем. При этом надев на штырек на торсе мини-фигурки. Что еще? Еще берем вот эти две детали соединяем. Прикрепляем сзади вот сюда. Дальше голову с этим, с повязкой. У головы тоже одно только лицо. Тоже. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну блин. Чего у меня все из рук-то валится? Вот. Одно единственное злющее лицо. Такое вот. Ну у всех охотников на драконов такие лица. Бледные. И все в каких-то то ли татуировках, то ли что. Почему, не знаю. Может от того, что они живут в пустынном мире. От того и бледные все. Реально. Мне, кстати, вот девятый сезон. Вот именно девятый сезон Ниндзяга. Напомнил игру Красаута и фильм Мистер Макс. Там тоже пустыня и как будто бы постапокалиптический мир. И жители тоже бледные такие вот. И сумасшедшие. Вот прям как в Мистер Максе или в Красауте. Так. Дальше делаем ему прическу. Сначала пин с дыркой. В этот пин вставляем хвост из волос. О. Ага. Он вооружен вот таким вот ножиком. Вот я его сделал. Нож надо вставить ему в руку. Так. Ну и наконец ноги. Они делаются вот так. Это первая нога. Это вторая нога. Это третья нога. А это четвертая нога. Так. Ну и остается этим ноги прикрепить к фигурке. Прикольно так щелкает. Чпуньк. И чпуньк. О. Вот и фигурка. А какая она прикольная. На этих робо-ногах. Здесь собственно от мини-фигурки только торс, башка. Ну и некоторые аксессуары. Ну и руки тоже. А остальное все в мини-фигурке это вот вот этот вот гигантский агрегат. Даже он скорее не гигантский, а такой вот небольшой. Но в первый раз вижу столь необычную мини-фигурку. Вон какая она прикольная. Тоже, наверное, для анимации пригодится реально вот на этих на своих ногах он круто выглядит этот безногий папаша. Интересно, как он ноги потерял? Дракон отъел, что ли? Я уж не помню. Может это потому что об этом в мультике вроде не говорили или же я просто прослушал. Так что две вот такие вот мини-фигурки. Кому они тоже понравились ставьте, конечно же, лайк. А я буду над анимацией тогда работать. И да, я в этот раз решил бы экспериментировать сделать голосование. Какая из фигурок лучше? Вот всякий раз теперь, когда буду делать обзор на мини-фигурки или наборы Лего, когда несколько сразу. Ну, хотя нет, наборы все-таки не буду, только на мини-фигурки. Да. Так вот, короче, голосование делаю. Какая мини-фигурка лучше? Вот сейчас по-вашему, какая лучше? Кармадон или безногий папаша? Вот прямо сейчас голосуйте в подсказке, а потом я посмотрю, кому кто больше понравился. Ну, а на этом все. Ждите анимацию на втором канале.